Меня зовут Екатерина. Мою собачку зовут Шугарагда Шугачикс. У нее длинное красивое имя. Дома мы ума. Ей полтора года. Ой, вот здесь есть история и есть глубинное основание. История состоит в том, что у нас был Далматин, и когда ему исполнилось уже 16, мы начали думать о том, что когда-то у нас будет следующая собака, и какая она могла бы быть, и стали обсуждать это в семье. Я бы, конечно, опять хотела взять себе щенка Далматина. Муж и сын хотели с фаширского интерьера, и как компромиссный вариант, мы сторговались на бультерьере. А глубинное обоснование в том, что у нас в доме в семье был Далматин, фокс-терьер и бульдог. И на самом деле из этих пород, если их смешать вместе, получается вот это. То есть в основании породы бультерьер как раз эти три породы. Поэтому нашли свой идеальный вариант. Они ровно наполовину бульдоги, а ровно наполовину терьеры. То есть половину своего времени замечательно спят на диване, посапывают на теплом пледике и очень спокойные домашние собаки. А половину времени веселяет черт, и они начинают говорить так, мы сейчас пойдем играть, сейчас будем беситься, сейчас будем веселиться, тащите мне мячики и все такое прочее. Мне кажется, определенно, бультерьер это хорошая собака для молодой пары, хорошая собака для семьи с подростками, очень хорошая собака для активных людей старшего возраста. У меня лично вопросы всегда, когда бультерьера хотят приобрести в семью, где маленький ребенок. Такой маленький, который, который бы легко уронить, легко, прибегая мимо, толкнуть хвостом, потому что все-таки бультерьер, собака не очень, немножко неуклюжая. Она активная, и когда он в своем лучшем, в лучших тенденциях начинает прыгать, то с детьми нужно быть очень аккуратным. Тут очень много зависит от родителей, могут ли родители обеспечить эту безопасность собаке от ребенка, ребенка от собаки. Очень, очень, причем ко всем членам семьи, то есть у нас в семье четверо, и я не могу сказать, что собаки выбирают кого-то одного. То есть прям все для них, все четверо, мы для них номер один. В целом, это дружелюбная собака. Если к нам приходит гость, и гость собак не боится и готов с ней пообщаться, или же, наоборот, готов не обращать на нее внимания, просто заниматься своими делами, то собака понюхала и ушла. Проблемы нет. Если пришли какие-то люди, которые прям вот, их начинает трясти от вида бультерьера, такое у нас тоже бывало, то собака это чувствует и, конечно, начинает переживать, в какой-то степени, наверное, защищать нас. Она считает, что пришел странный человек, который что-то задумал плохое. Очень важно, какой у собаки есть опыт взаимодействия. То есть задача хозяина с щенячьем возрасте обеспечить безопасную среду, чтобы старшие собаки не набросились, не напугали, не спровоцировали на драку. Потому что выращенный в хороших отношениях с собаками бультерьера сохраняет это, в принципе, на всю жизнь и прекрасно общается, играет со всеми. Если же были ситуации, когда напали, покусали, напугали, и собака ответила, и ей понравилось, то как бы это уже совсем другая история. Не забываем о том, что все-таки когда-то бультеровильные собаки, они использовались в боях. И после такой опасной ситуации большая вероятность, что собака будет уже напряженно, агрессивно относиться ко всем. Из того, что мы делаем стандартно, это тест на атопический акродерматит. Это заболевание, связанное с недостатком цинка, и щенок, получивший его в наследство, он долго не живет, к сожалению. Но тут важно понимать, что покупая щенка с тестом, щенок может быть свободен от этого заболевания или быть носителем. Носитель – это не страшно. Носитель – это то, что не проявляется. Бультерьеры хорошо уйдят сухой корм, хорошо уйдят натуралку. И я бы сказала, что ты просто хозяин выбирает, как ему удобно. И при обеспечении достаточно подвижности, что мы достаточно играем, гуляем, все будет в порядке. Некоторые любят поесть, мои не любят поесть. Мои любят умеренно. Идет ровно столько, сколько надо, чтобы не умереть. До свинячьего состояния они не раскамливают. Если им оставить мешок корма, они поедят, сколько надо, и уйдут. Это очень активная собака. Как я уже сказала, у нее есть часть бульдог и часть терьер. Вот если часть бульдог полдня спит на диване, то потом не забудьте погулять с ним хотя бы часик. 15 минут вокруг дома – это маловато, конечно же. Но интересный момент, связанный с погодой. Собака, привезенная из Англии, с очень специфическим климатом. То есть больше 25 градусов, нам жарко на улице, мы гулять не пойдем. Мы просто ляжем посреди асфальта и скажем, нет, гуляй сама. Ниже, ниже плюс 5, они скажут, ой, знаешь, холодно, мы тоже гулять не пойдем. Поэтому мы всегда смотрим на градусник, и вот от плюс 5 до плюс 25 – это наша погода, мы гуляем очень хорошо. Это очень интересный вопрос, но он зависит не от собаки, а от хозяев, на самом деле. То есть может ли хозяин доходчиво и быстро объяснить, что он хочет? Я бы сказала, что Бультеру объяснить нетрудно. Он готов сотрудничать, он готов за вкусняшку с тобой куда угодно. Я считаю, что они хорошо обучаемые. Например, мои собачки бегают от agility, получают дипломы и очень даже этому рады. Они собаки с чувством юмора. Они сильно шутят, прикалываются и ждут, когда ты в ответ засмеешься. Это очень забавно. Об этом пишут другие владельцы. Но когда ты видишь свои собаки, что она действительно шутит, смотрит на тебя хитрым глазом. Вот ты поняла, да, что сейчас надо посмеяться. Побесимся, побалуемся – это очень здорово. У них очень интересно работает голова. Вы имеете в виду, что они тявкают и шумят, когда нас нет дома, наверное, да? С этой точки зрения нет они… Их не слышно, когда нас нет. Но они говорили бы в другом смысле. Когда мы… Я ей о чем-то рассказываю, она начинает в ответ на своем собачьем языке. Это ужасно смешно. Вот. То есть, если собаки не умеют, то, в принципе, делать так вот, издавать такие вот тихие смешные звуки. Они легавкают или молчат. А бультерьеры у них очень большое разнообразие. Это прям очень забавно. Я мою собачку перед выставкой. Ну, просто потому что вроде бы как бы надо же привести ее в порядок. В целом, счастье очень хорошо очищается сама. Такого, что гигиенически, чтобы собака не пахла, надо мыть часто. Такого нет. Это, опять-таки, вопрос отношения. Если человек вообще не собачник, он скажет, наверное, что ой, везде шерсть. Если человек, у которого овчарка, он скажет, ой, совсем шерсти нет. То есть, ну, есть какая-то шерсть на в доме. Но сильная или слабая, я не могу сказать. Сезон это не выражено. Просто есть некоторое количество шерсти на полу. Когда мы убираемся, мы это видим. Ну, будем считать, что если у меня три собаки, они съедают где-то, наверное, на восемь тысяч приблизительно. Плюс, может быть, две тысячи. Это какие-то медицинские процедуры, может быть, коготки постичь, может быть, прививка или что-то такое. И бесконечно можно тратиться на игрушки. Бультерьера очень любит игрушки. Мячики, пищалки, палочки, диски, все что угодно. И они очень быстро это уничтожают. Здесь мы купили игрушку, мы поиграли два дня. Уже ничего нет, а играть хочется, поэтому расходы на игрушки у вас будут бесконечные. Так, готовы к тому, что эта собака умная, упрямая и проверяющая вас на прочность. То есть, хозяин должен быть более упрямым, чем бультерьер и не позволять ему заливать себе на шею. Очень интересно, как этому учатся подростки. То есть, у меня два ребенка выросли вот с мамой этой собаки и они сейчас очень хорошо справляются с собаками. У них закалился внутренний стержень, который позволяет им справиться. Я знаю таких людей, у которых первая собака был бультерьер. Это люди, которые очень ответственно подошли к вопросу. Они занимались с кинологом и проходили прям очень тщательный курс послушания и у них все хорошо. То есть, это зависит не от породы и не от собаки. Это зависит от людей, насколько они готовы работать с собакой. То есть, это не собака и игрушка, которую мы посадили на диван и ей будет хорошо на диване. Нужно, конечно же, и гулять, и заниматься, и ежедневно какие-то границы собаки ставить. Очень часто к нам на улице, да, с такими вопросами, нет, с такими претензиями подскакивают люди. Говорят, как вы ведете собаку без намордника? Ну, первый ответ, ну вы же не бык, вам ничего не угрожает. Это травильная собака, которую никогда не дрессировали кидаться на людей вообще. Собачьи бои запретили уже очень давно. Даже не учитывая этот факт, так когда, когда бои были, очень ценилось, чтобы собака к людям относилась лояльно, потому что они жили не в клетках, они жили в семьях, они жили просто в рабочих семьях, в Англии, и важно было, чтобы собаку из драки можно было вытащить руками. Все терьеры, собаки очень азартные, которые, ну, при желании можно научить кидаться на что угодно, но это же как бы от человека зависит, а не от собаки. То есть, там есть прорва темперамента и азарта, которым можно направить в любое русло. Наш азарт – это мячики, игрушки и немножко спортивного отжилизти, и вот как бы все хорошо у него, у собачки. Друзья, пишите, о каких породах вам было бы интересно узнать, и мы снимем о них новое видео. Спасибо за внимание и пока-пока!